Как всегда, с молитвы, сердце, на устах приступаем с вами к изучению очень сложных тем. И мы с вами пытаемся держаться в таких рамках Талунда для того, чтобы понять смысл заповедей в основном. И мы с вами говорили о законах субботы, и в связи с этим у нас возникла тема букв. Сегодня я хотел бы принести извинения и сказать, что я хотел бы изменить несколько тем, по той простой причине, что иногда бывает какой-то стопор. Очень трудно дальше развивать те глобальные моменты, которые мы с вами затрагиваем. И мне нужен небольшой перерыв для того, чтобы вернуться к законам субботы. Я хотел бы сегодня с вами взять отрывки из Талунда, касающиеся праздника Пурим, к которому мы приближаемся с Божьей помощью, и посмотреть, насколько, скажем, неожиданно может повернуться и сам текст Талунда, и наша традиция, если мы смотрим, если мы смотрим, рассматриваем наши тексты в историческом плане, и пытаемся соотнести наш праздник, его обычаи с реалиями, и задать себе такие очень четкие вопросы, а не просто плыть по течению, скользить потому, что написан, не задевая глубокий смысл. И, скажем, да, я с вами сегодня хотел взять трактат Ангела, то, что написано на седьмом листе трактат Ангела. И сразу нужно сказать, что все наши праздники – это день благодарности Всевышнему и за спасение, и за то, что он нас привел в землю, и за то, что он нас подвел к строительству храма, благодарности Всевышнему. И события, которые мы празднуем, это проявление божественного присутствия, хотя, скажем, как историческое событие, историческое событие все наши праздники – это событие, ну, так, мягко говоря, очень трудное. Если мы возьмем с вами выход из Египта, то, конечно, мы празднуем Песох и правильно делаем, что празднуем Песох и правильно радуемся тому, что Всевышний проявил себя и то, что он с нами. Но 4 пятых осталось в Египте, буквально 4 пятых, большая часть, или очень многие остались в Египте. В любом случае, это событие, как бы, очень-очень печальное, если задуматься. Далеко не весь народ совершил искот из Египта. Но, слава Богу, можно сказать, слава Богу, за праздничным столом в Песах мы об этом забываем, потому что есть, опять же, раскрытие божественного присутствия. Мы вспоминаем о том, что Всевышний с нами, то же самое можно сказать и о даровании Торы, когда подошли к горе Сина и не выдержали голос Всевышнего, через 40 дней сделали Золотого Тельца. Есть много отрицательных моментов, но праздник Швобода. У нас это праздник и правильно, что праздник. То же самое можно сказать и о Пуриме, который, в общем-то, не относится, не в общем-то, а конкретно, не относится к праздникам, которые вытекают из Торы, из текста Торы, а был установлен мудрецами. Празднику Пурим, его законом, посвящен целый трактат в Талуде. Трактат называется «Магила, свиток», так как мы с вами помним, что главная наша обязанность в Пурим – это чтение свитка, которое называется «Свиток истер», или «Магилат истер». Его читают в Пурим дважды, вечером и утром. И это основная обязанность либо читать, либо присутствовать при чтении свитка. Обязанность исполняет тот, кто либо читает из свитка, если он умеет читать, не футые буквы, не футые огласовки, или тот, кто слушает чтение свитка, допустим, в синагоге, от того человека, когда читает тот человек, который умеет правильно прочитать свиток. Скажем, да, мы с вами обратимся к седьмому листу трактата «Магила», который нам рассказывает об очень неожиданном событии, неожиданной заповеди, и мы попробуем эту заповедь посмотреть, рассмотреть под некоторым новым ракурсом. Предупреждаю, будет много всего неожиданного для тех, кто знаком с обычным таким ракурсом рассмотрения праздника Пурим. Хотел бы сказать, что если что-то несколько покажется необычным и острым, то я для себя не вижу другого выхода, как нового, или, можно сказать, истинного взгляда на нашу традицию, и также, как и попытка прочесть в совершенно правильном свете, и Тору, и Пророков, и Талмуд. И здесь можно много об этом говорить, может быть, мы как-то посвятим занятие тому, что говорят комментаторы, и что бы хотелось прочитать, и нужно было бы прочитать, то, что комментаторы опускают, а это совершенно необходимо понять и как бы вычленить, заострить в наше время. Вот после этого предисловия давайте мы сделаем с вами первый шаг. Мы с вами делаем совместное использование экрана и ищем тот ковец, тот файл, который нам необходим. Давайте начнем с этого момента, который многим хорошо известен, и попробуем его посмотреть совершенно с новой точки зрения. На седьмом листе трактата Ангела говорится, сказал Раба, должен человек выпить фурим так, чтобы различать так, чтобы не различать между Ару-Раман и Барух-Мардехай, проклят Аман и благословен Мардехай. Дальше рассказывается история, прямо вслед за этой посылкой идет история. Раба и Раби Зейра устроили вместе праздничную трапезу в Пурим, выпили, встал Раба и зарезал Раби Зейра. На завтра попросил он милости, ожил Раби Зейра. На следующий год сказал ему Раба, так он обратился к Раби Зейра, приходите, господин мой, отпразднуем вместе Пурим, приглашает Раба Раби Зейра. Ответил ему Раби Зейра, не всякий раз происходят чудеса и, конечно, не пошел к Раба праздновать еще раз Пурим. Мы знаем, что существует обычай довольно проблематичный, с которым сейчас открыто и откровенно борются очень многие-многие Рабины, так как обычай этот он не годится для всего народа, для современного мира, он просто для воспитания молодежи он просто не годится. Обычай в том, что как здесь написано, человек должен выпить, чтобы не различать между проклятым и благословен благословен Мордыхай, этот обычай с усердием исполняется многими-многими, в том числе во многих ешивов. Это приводит к часто неприятным последствиям. Есть безусловно большое число людей, они умеют забудать миру, а очень большое число религиозных людей считает, что они исполняют заповеди сам наилучим образом, если у них полностью отключится сознание, и среди этих людей конечно много молодежи. И поэтому последние 3-4 года раввины призывают просто отказаться от этого момента, пить в курю. Во-первых, скажем, можно сказать, что в этом призыве нету призыва как бы скажем отказаться от старой традиции, потому что потому что сейчас я выписал для вас Галаху, Рамбам, Йелхота Мигела, законы Мигелы, как он называет свою главу, на самом деле Сапон Пулема, говорит, что следует пить, пока человек не уснет. Дальше идет мое замечание, скажем, которое мы сейчас обсудим. А далее, ТАС со ссылкой на Бейт Йосеф, неважно, это галактические авторитеты, Бейт Йосеф это комментарий на Рамбама, ТАС это один из крупнейших авторитетов, можно сказать, близкого к нам времени, следует выпить немного больше обычного. Но поскольку люди, многие считают, что это просто заповедь, и выпить немного больше обычного, просто как всякой заповеди она следует, чтобы ее исполнять хорошо, с радостью и так далее, поэтому они пьют намного больше обычного. насчет Рамбама, пока человек не уснет. Очень странное постановление, может быть, во время Рамбама оно годилось, а в наше время, когда есть семья, не просто там, скажем, собираются большие авторитеты в своем кругу, а есть семья, есть дети, с которыми надо поговорить, есть внуки, с которыми надо обсудить проблему Пурима, есть друзья, зачем мне пить, чтобы уснуть, уснуть на полчаса или на два часа, проспать Минху, меня это совершенно не устраивает, меня не устраивает и не то, и не другое, скажем, каждый вольно поступать, как он понимает, и если человек что-то делает, то, скажем, как говорят, ему есть на что, на кого опереться, естественно, что пить больше, намного больше обычного совершенно не стоит, но я хочу подойти к этому вопросу совершенно, совершенно, совершенно с другой точки зрения, и вернуться к тому рассказу, который мы с вами обсудили. Сразу же за посылкой, что человеку следует пить Пурим, идет рассказ о том, что раба, раба зарезал рабе за их. Мы обязательно этот рассказ обсудим с вами, он сам по себе требует обсуждения, но здесь целый ряд авторитетов, которые говорят, что мы совершенно неверно читаем Таум. Вот это, что у меня, скажем, здесь выделено желтым, это не следует читать как повеление. Это вопрос. Это вопрос. Следует ли пить в Пурим так, чтобы не различать между проглядом Ман и Барух Мурдыхай? Потому что была такая история с рабой раба Зейра. Такая история. И понятное дело, что не все умеют творить чудеса, и не каждый день творятся чудеса, поэтому гемаров спрашивает, а стоит ли это делать. То есть мы чувствуем за этой посылкой, что во время гемары, скажем, упоминается раба и раб Зейра, это где-то второй, это третий век, середина, конец третьего века этой эры, мы чувствуем, что к этому времени уже сложился обычай, сложился обычай пить больше, скажем, положенного, так, чтобы затемнилось сознание, да, но этот обычай существует не везде. Этот обычай существует не везде, мы можем смело с вами утверждать, что он существует в Бабиле, и его нету в земле Израиля, да, когда, скажем, когда Магарша, комментаторы Талмуда и Ири разбирают этот момент и спрашивают, что же там произошло, они говорят, ну, конечно, многие места Талмуда, многие места Талмуда не следует понимать буквально, и поэтому, когда говорится, что раба зарезал Раби Зейра, он, конечно, его не зарезал, он, наверное, его толкнул, когда они выпили много, и тот упал и потерял сознание, да, вот, Мири, это говорит Маршал, Мири говорит, что вообще просто много выпили, или просто много выпили, и Раби Зейра стало плохо, да, вот, все эти комментарии мне не дают ничего, ничего, я человек, который живет в Вернице Сраэль, я человек, который смотрит на значение событий Турима, на то, на что намекает мне Гемара, и для того, чтобы понять ее намеки, я должен знать исторический план, так же, как я должен знать исторический план, чтобы вообще понять праздник Турим, мне абсолютно все равно, толкнули раба, Раби Зейра, или он его, или он, может быть, его ударил сгоряча, или он сказал ему что-то такое, да, вот, это ситуативные комментарии, которые меня совершенно не устроили. Я себя спрашиваю, я себя спрашиваю, чисто и откровенно спрашиваю себя, когда, кто такой Раба, кто такой Раби Зейра, когда они могли пересечься, какой период жизни одного и другого, в чем расходились их, в чем они расходились в своих мнениях, да, и что такого сказал Раба, сказал Раби Зейра, что он как будто зарезал его, то есть, что он ему сказал такое, что Раби Зейра мог потерять сознание. Меня интересует, что было между ними, какая идея, а никто порвал кому хафтан, оторвал пуговицу, кто упал, разбил он висок или не разбил, это не интересует, меня интересует, какая идея была между ними, почему Раби Зейра не хотел пить, почему на следующий год он не стал пить, что до этого я должен знать, что Раби Зейра учился у Раб Иуды, который был категорически против того, чтобы его ученики переходили в землю Израиля. Раб Иуда постановил, что уходить из Бавеля нельзя в другие страны, даже в землю Израиля. Тут же скажем, что Рамбам Маймонит не приводит его мнение как Галаха ни в коем случае нету такой Галахи. Но Раб великий учитель по тем причинам он не хотел, чтобы его ученики уходили из Бавеля. Очень очень обидно то, что целый ряд авторитетов опираются на Раб Иуду и говорят, что и в наше время не нужно ехать в не нужно переезжать в землю Израиля, а постановление Раб Иуда оно скажем, его надо расширить и считать Бабелем как бы все те страны, где человеку удобно и где человеку удобно и комфортно заниматься Тори. Оттуда не нужно переезжать в другие места и даже верить Израиль. Это ужасный какой-то волюнтаризм, если не сказать более того. Ведь мы знаем, что Рам Баб не пошел по этому пути, что он не взял мнение Раб Иуды как основное мнение. В свое время, скажем, когда работал в Киеве, к сожалению, была там такая тенденция среди евреев в Киеве ехать в Германию, которая приглашала евреев, не знаю, как сейчас ситуация, приглашала евреев, потому что она хотела восстановить якобы еврейские общины вместо тех, можно сказать, несколько иронично, которые были уничтожены во время катастрофы. И целый ряд евреев, они установились в очередь посольства в Германии для того, чтобы получить визы на постоянное место жительства. и часть авторитетов религиозных, скажем, один из религиозных авторитетов, когда ему обратились, стоит ли, можно ли евреев жить в Германии, он ответил так, что еврею нужно жить там, где ему удобнее учить творог. Это был ответ, ответ сам к себе ужасный, не учитывающий всех сторон и обстоятельств, скажем, события, но не учитывающий того, что у человека есть земля Израиля. Он может приехать сюда, у него здесь есть условия учить Тору не хуже, чем в Германии, проживание в Германии, понятно, это осквернение имени Всевышнего с нескольких точек зрения, уж прошу прощения перед теми, кто, скажем, живет в Германии, просто откровенно говоря. То есть возвращаемся, есть Рафи Иудан, который говорит такую посылку, которая не принимается как Галаха, и даже в его время и его ученики, они не принимали этого, и многие его ученики, такие как Раби Зейра, такие как Раби Ами, Раби Аси, они перешли в землю Израиля, в Тверю, к Раби Ханану, который в то в то время работал над тем, что впоследствии стало его Салимским Талмудом. Теперь это Раби Зейра, он ученик Рафи Иуда, и он в какой-то момент встал и ушел в землю Израиля, вопреки мнению своего учителя. Теперь Раба, кто такой Раба? Раба, он также ученик Рафи Иуда, товарищ, можно сказать, Раби Зейра, который остался в Бавиле и возглавил Ешиву в Пумбадите, когда Рафи Иуды уже не было живых. Теперь, если Раба и Раби Зейра пересекаются в Бавиле, в Вавилоне, то понятно, что это до того момента, как Раби Зейра ушел в Эйцесрае, в землю Израиля, потому что дальше у них шансов пересечься друг с другом нету. Раба, он верный ученик Рафи Иуды, он остается в Бавиле или в Персии, как мы с вами представляем себя, а Раби Зейра уходит в землю Израиля. Вот пока Рабу возглавляют Ешиву в Пумбадите, то есть становятся преемником Рафи Иуды, такими, вот, теперь мы представляем по себе, что Раба приглашает Рави Зейру, приглашает именно в Пуре, для того, чтобы обсудить, нужно обсудить отношения, для того, чтобы обсудить, стоит ли подниматься в землю Израиля. Почему именно в Пуре? Потому что к событиям Пури, к самому празднику Пури, к Пури могут быть два отношения. Что такое Пури? Обычно, и как мы можем представить себе в Бавиле, в Вавилоне, это тенденция господства, Пури, это ура, мы победили. Еврейский народ попал в тяжелое положение, Всевышний сделал, Всевышний сделал для нас чудо, и многие, многие, увидев это чудо, раскаялись, или даже когда еще попали в опасное положение, раскаялись, пришли к раскаянию, и когда произошло чудо, многие раскаялись, и скажем, на этом история Пури заканчивается, спасение, и приближение, спасение, приближение к Торе. На Пури можно посмотреть, можно посмотреть с другой точки зрения. Пури это история возвращения в землю Израиля после Бавилонского изгнания и восстановления храма. Свиток Свиток Вилат Истер кончается, как вы помните, тем, что Ахашвирош наложил дань на страны и на острова, и Мордехай он уважаем большинством своих братьев. Это конец Свиток Истер. Но мы можем представить себе и пророков того времени и книгу Изра и Нефемии для того, чтобы представить такой момент. Если для кого-то главный результат Пурима это спасение и шува возвращения к Туре, когда оставшиеся в Павеле, оставшиеся в Вавилоне, они не трогаются с места, не могут тронуться с места, то для кого-то главный результат Пурима это то, что у Истер, которая попала во дворец Хашбероша стала женой Хашбероши, скажем, рождается сын по нашей традиции Дарьи Второй, который, поднимаясь на престол, разрешает возобновить строительство храма. Это главный результат. И для, скажем, опять же, для тех, кто смотрит с этой стороны, с этой точки зрения на Пурим, он представляет себе весь фон событий, происходивших в Персии. В 422 году был разрушен первый храм, сыновья Израиля оказались в Бавеле. Мы не берем сейчас все подробности. Часть сыновья Израиля оказались в Бавеле до разрушения храма. В данный момент неважно. 422 год до этой эры разрушен первый храм. Сыновья Израиля оказались в Бавеле. Через 52 года в где-то 370 году до этой эры Бавель ал, и на смену ему пришла Персидская империя, персы, которые захватили столицу Бабель, и сыновья Израиля оказались под властью Персии. Где-то в 3070 году, в 371-30 год, царь Кореш разрешает сыновьям Израиля вернуться в Ярушалае, отстроить город и храм. Как мы помним с вами, 42 тысячи управляются в Иуду и начинают очень тяжелую и очень трудную эпоху второго храма. Как только они пришли в Иуду, пришли в Ярушалае, они постарались заселить всю землю Израиля, в том числе и землю Десяти Колен, города. Это было очень трудно, непросто. Придя в Ярушалае, они сразу возводят жертвенника, начинают приносить жертвы. Пытаются начать строительство храма, это идет очень трудно. После гибели Кореша на престол поднимается Ахашвирош, который запрещает строительство храма и 14 лет его правления. Строительство храма запрещено до тех пор, пока он не умирает. Его сменяет сын Истер Дарий II, которую мать воспитала таким образом, что храм является главной целью, главным приоритетом, но он разрешает возобновить строительство храма. События Пурима происходят в Илоне с теми людьми, с теми и сыновьями Израиля, кто не поднялся, не перешел в Иуду и не начал строительство храма. И можно спросить себя, над сыновьями Израиля нависла такая угроза. Почему она нависла такая угроза? Можно подумать, что была ассимиляция в Бабеле. Это правильно, это возможно. Но свиток Истер не подчеркивает этот момент. Свиток Истер говорит о тех сыновьях Израиля, которые соблюдали закон Торы, но у которых, к сожалению, не было стремления вернуться на Родину. Здесь очень много можно говорить об этом, почему и какие причины. Но свиток Истер как бы обращается к ним и говорит о них. Нам укажет на проблему 13 число Мессадара. Почему Всевышний таким образом повернул события? Потому что это число стало угрозой. Или в это число появилась такая угроза. 13 число Мессадара. Если мы с вами проведем элементарные расчеты и подсчеты, 13 число Мессадара приходится на день казни, которая была в Египет, или наказание, которое обрушилось в Египет, которое связано с темнотой. То есть на Египет пришла темнота. Мы знаем, что во время этой казни погибли те сыновья Израиля, которые не хотели выходить из Египта, которые не были готовы принести пасхальную жертву. И 13 число Мессадара – это то число, когда погибли сыновья Израиля в Египте, те, кто не собирался выходить из Египта. Теперь связь понятна, совершенна, и вне Всевышнего понятен совершенно. Остались в Бавиле, не совершили исход в Бавиле. Совсем забыли о том, что есть заповедь проживания в земле Израиля и построения храма. И, скажем, хорошо и благополучно жили в то время, когда в Иуде их братья отчаянно боролись за то, чтобы заселить свою святую землю и построить храм. Поэтому, скажем, мы представляем себе, что есть два отношения. Два отношения к Пуриму. Тех, кто говорит, что мы живем, тех, кто говорит учеником, последователь, раб иуды, когда кто говорит, что мы живем в Бавиле, мы живем в Бавиле, и нету никакой обязанности, даже есть запрет переселяться в землю Израиля, потому что в Бавиле лучше учить Туру. И есть раб и зейра, и ученики раб иуды, которые, вопреки всему, и даже вопреки постановлениям своего учителя, они поднимаются и переходят в землю Израиля. И вот для одних, для тех, кто у Павеля, Пурим – это праздник спасения, а для других – это праздник, это праздник, связанный с поднятием земли Израиля, с продолжением строительства храма. Те, кто остаются, и мы понимаем разницу между рабой и рабе зейра. Раба пьет в Пурим, а рабе зейра не пьет в Пурим, потому что он собирается совершить алию в землю Израиля, и отношение к празднику Пуриму у него совершенно другое, совершенно иное, чем у раба. Раб пытается его уговорить, и говорит ему такие слова, что говорит ему постановление раб иуда, и что к нему нужно относиться серьезно, или что-то такое планирует, что запрещено подниматься в землю Израиля. И рабе зейра теряет сознание. Неужели это как бы сто процентов? Неужели действительно есть люди, которые понимают это вот так вот буквально? Тут он теряет сознание. Для него это как бы лишили его жизни, совершенно зарезали без ножа. Раба приходится приводить его в чувства. И тогда я понимаю основу спора их, остроту этого спора, насколько этот спор острый, насколько он важен, по крайней мере, для рабе зейра. Тогда я могу и понять эту фразу, которая предшествует, является, скажем, таким видением этого рассказа. Что это за фраза? Мне никто ее не объяснил. И я обязан ее понять. И она весьма прозрачна. Просто нужно на секунду задуматься о том, что написано. Эта фраза написана с вопросом. Это вопрос тех, кто живет в Израиле, а не в Персии, живет в Иуде, а не в Персии. Это вопрос тех, кто видит Пурин как праздник, ну уж, по крайней мере, напоминание о том, что нужно совершить алию, вернуться на родину и строить храм. Эта фраза несколько насмешлива, и она звучит с вопросом, и она не может звучать никоим образом иначе. Она не может звучать как утверждение, она не может звучать как заповедь, потому что вот он, этот вопрос, давайте разберем его. Сказал Рава, должен ли человек выпить Пурин так, чтобы не различать между Ару Роман и Барух Мардыхай? Почему можем утверждать, что это фраза с вопросом? Что же это такое? Проклят Аман и Барух Мардыхай и Благословен Мардыхай между этим не нужно различать? Давайте математически представим себе, что же это за посылка, что не нужно различать между тем, что проклят Аман и тем, что Благословен Мардыхай. Сейчас мы пытаемся поднять файл, который я для вас приготовил, для того, чтобы нам сдвинуться дальше. Да, вот. Давайте посмотрим так. Проклят Аман, если я хочу, допустим, хочу, или если я перепутал, что проклят Аман с тем, что Благословен Мардыхай, это значит, что Аман не так уж и проклят, что он немного благословен. Через... В чем может быть благословение Амана? В чем может быть такая как бы сторона его позитивная? Через него произошло чудо и возвеличилось имя Всевышнего. А почему не сказать так, что благодаря Аману проявилось божественное присутствие, то, что стало понятно, что божественное присутствие оно сыновьями Израиля, даже в Галути, и это все благодаря Аману. И можем вспомнить несколько такое насмешливое или малоутешительное высказывание Шмуэля Аморы, мудреца первого поколения мудрецов в Бавиле, в Вавилоне. Он говорит, что когда-нибудь Всевышний пошлет царя, чьи постановления будут столь же суровые, как постановление Амана, и это приведет к тому, что сыновья Израиля переберутся в землю Израиля. Он об этом говорит в трактате Сан-Итрин на 98-м листе. Говорит он, или его слова записаны, можно сказать. И вот опять же в трактации Недвин отвечает, отмечает, что в Амане что-то было какое-то зерно положительное, и поэтому даже сыновья сыновей Амана, его потомки, они учили Тору в ней браке. То есть кто-то из сыновей Амана, потомков Амана принял ее, и они учили Тору в ней браке. Значит, что-то было положительное в Амане. Благословен Мордыхай, но если можно перепутать, даже не совсем, так сказать, в трезвом состоянии, это можно перепутать с проклят Аман, значит, у Амана есть какие-то моменты не очень положительные, какие же это могут быть моменты не очень положительные, да, вот, какой же у меня сторона, его отрицательная сторона в его действиях, проклятие какое-то, скажем, может не стоит говорить проклятие, какая отрицательная сторона есть в его действиях Мордыхая. Он подверг всех сыновей Израиля смертельной опасности. Почему он не поклонился Аману? Кто его толкал на это? Почему это нужно было делать? Все объяснения, почему с логической точки зрения нужно было кланяться Аману, они неудовлетворительны. Говорят, опять же, разбираются в трактате Сангедрин, разбираются, что Аман, по всей видимости, повесил себе, в качестве идола повесил себе или, скажем, в качестве украшения повесил себе идола на шею. Это не делает его невозможным поклониться какому-то властному лицу, от которого исходит опасность. Идол, у него украшение хорошо висит на шее. Что теперь будешь делать? Если он царь, если он важный министр, ему можно поклониться. это не называется идол поклониться, это называется склониться перед идолом, ты не кладешь себя перед идолом, мало ли, что у него на шляпе, мало ли, что на короне, мало ли, что у него без отношений. Если человек объявил себя идолом, то это, в общем-то, тоже, по крайней мере, в многих случаях, не запрещает того, чтобы поклониться ему, потому что так как ни один здравый мыслящий человек, ни один человек вообще не поверит в то, что человек это идол, человек это божество, он может объявлять себя божеством сколько хочешь, фараоны могут объявлять себя божеством сколько хочешь, в конце концов они смертны, их хоронят, строят большие пирамиды, но мало кто или вообще никто не верит в то, что человек смертный с ограниченными возможностям, что он божество. Сколько бы он не делал фокусов, какое колдовство он не вытворял, там все равно никто не верит в то, что он божество. И поэтому склониться перед человеком, по крайней мере, в подавляющем большинстве случаев, даже если он объявляется божеством, это не запрещено. Что сделал Мордехай? Почему он не поклонился перед Аманом? Можно бы было спросить своего Мордехая, но, к сожалению, это сделать невозможно, и за него тоже никто не объяснил. Единственное объяснение возможное, почему Мордехай не поклонился перед Аманом, это по той же самой причине, по которой Ханания, Мишаэль и Азария, скажем, в общем-то, его современники, его современники, они не склонились перед статуей, не склонились перед статуей Новохудной Цары. сейчас мы попытаемся представить себе, что это что это за история, скажем, да, можем представить себе, что в книге Даниэля описывается, что царь Новохудной Царь сделал золотое изображение высотой в 60 локтей и поставил его в долине Бура в Бавеле, и идея Новохудной Цара была в том, чтобы все народы или представители всех народов склонились перед этой статуей и тем самым как бы поклялись, что они будут верно служить Бавелю. Новохудной Царь хотел сделать власть Бавилона вечной. И вот, как говорится в книге Даниэля, угроза была такая, а кто не падет ниц и не поклонится, будет брошен в огненную раскаленную печь. Так повелел царь. И Ханания, Мишаэль, Азария, которые были забраны во дворец Новохудной Царь еще юношами вместе с Даниэлем и, несмотря на свое положение, соблюдали закон Туры, они не знали, как им поступить. С одной стороны, это статуя, и ей можно поклониться, потому что она изображает Новохудной Цара и изображает власть Бавеля, но не изображает какой-либо Бошество. Но они даже обратились в правоку и Хискелю, который не дал им четкого ответа поклониться или не поклониться. Тогда они сделали такой вывод, обратите внимание, как нам говорит Медраж, они решили, что в Египте, когда было наказание лягушками, то лягушки, они как бы лезли повсюду и забирались даже в огненные, в раскаленные печи и погибали там, и все это ради того, чтобы прославить имя Всевышнего. И они решили так, что если Тора показала, что даже животные, тут уж можно рассуждать и не рассуждать, по своей воле даже лягушки залезают в печь, то им никто не, то им следует поступить так же, то есть рисковать своей жизнью, рисковать быть брошенной в огненную печь, но не поклониться статуе. Можно представить себе, они могли подумать, как делали предыдущие поколения и так далее, спросить у мудрецов Торы, как следует поступить, но не было ни у кого спросить и не было с кого взять пример, поэтому они взяли пример с лягушек, сделали вывод сами из Торы. И они решили осветить имя Всевышнего, и мы помним, что для них было сделано чудо, когда царь действительно бросил в огненную печь, они не сгорели, вышли живыми из огненной печи, да, теперь Ханане Мишаэль Азаре, можно было бы задать тот же самый вопрос, что Матухаеву, почему мы не склонились? Ханане Мишаэль Азаре, они бы ответили мы могли бы склониться, но тогда сыновья Израиля никто бы им не напомнил, что власть Вавилона, она не вечная, что нужно хранить надежду, нужно помнить о том, что придет время, и очень скоро, когда мы вернемся в Израиль, вернемся в Иуду и будем строить храм. То есть Ханане, Мишаэль Азаре не покорились, скажем, восстали против той идеи, которую Новохуднецар хотел внедрить в голову всех народов и прежде всего в голову сыновей Израиля. Медраж говорит о том, что они были правы, говорит о том, что когда произошло для них такое чудо, как бы несколько грубо так, что пришли все народы и плюнули в лицо сыновьям Израиля и сказали, у вас есть такой Бог, а вы не наклоняете статуи Новохуднецара, сыновьям Израиля нечего было отвечать, они могли сказать, мы по закону могли склониться, но дело здесь не в законе, а сделают здесь в распространении имени Всевышнего. Тот, кто говорит сыновьям Израиля, вы никогда не вернетесь, и они с этим соглашаются хотя бы для вида, это осквернение имени Всевышнего. И здесь человек может пожертвовать своей жизнью, Хананимеш и Алиасаи решили пожертвовать своей жизнью, не склонились к перестатуе Новохуднецара, они взяли пример с лягушин, Мардыхай взял пример с них. так как он решил, решил, увидел как-то, что если пропустить, если пройдет еще несколько лет, сыновья Израиля совсем забудут о том, что их обязаны жить в Евгии, совсем забудут то, что их то, что их обязанность стремится к свободе, стремится к освобождению, стремится к тому, чтобы не склоняться перед кем, не перед кем, особенно перед Аманом, который испытывает ненависть к сыновьям Израиля. Это то, почему так поступил Мардыхай. И в его время, во время Мардыхая были вопросы к нему, о праве, а почему он не склонился перед Аманом, а было ли право подвергать сыновей Израиля опасности. Такие вопросы могли быть только у тех, кто остался в Бавиле, тот, кто продолжал традицию оставаться в Бавиле, оставаться в Персии, тот, кто продолжал такую традицию, только у него такой вопрос мог быть к Мардыхаю. Поэтому раба и говорит эту фразу, и, безусловно, он говорит ее с вопросом. Есть такой принцип, есть такой принцип, который, скажем, упоминается не один раз, нихнас, я, и яйца, сок. Если человек выпивает вину, выпивает много вина, то открывается тайна. Он как бы говорит то, что у него на сердце, и даже если он еще контролирует себя, все равно оговорки или, скажем, то, что он скажет, раскрывает его тайные мысли. Так вот, у меня раба говорит, ихнас, яйн, вошел, вошло вину, вышла тайна. Нужно ли добиваться до такого состояния, чтобы открылась эта тайна, которая на сердце у тех, кто пьет, а пьет в Бавиле, какая у них тайна на сердце, нету большой разницы между проклятым Ман и благословен Мордехай. Так что проклят Ман, а в нем есть положительная сторона, через него раскрылось божественное присутствие в Бавиле, и благословен Мордехай, а у Мордехая есть большая отрицательная сторона, зачем он подверг сыновей Израиля, поставил их перед такой угрозой, когда он не склонился перед Маном, а чтобы ему было не склониться перед Маном. Это два подхода, которые, скажем, те, кто остался в Бавиле, и те, кто борется с Раэль, которые Геммара дает через намек, и которые я в наше время обязан высветить и положить их на стол и откровенно сказать, о чем идет речь. В праздник Пурим я могу даже не вспоминать об этом, потому что праздник это праздник, и совершенно необязательно вспоминать об отрицательных моментах. Хотя праздник Песа нас учит тому, что нужно начинать с плохого, рассказ пасхальный нужно начинать с плохого и заканчивать хорошим. Может быть, это годится и для Пурима, обязательно закончить хорошим, обязательно отпраздновать спасение еврейского народа, но не помнить о проблеме и принципиально пить, не обязательно совершенно исключать из него и с трапезой, пей, пей, сколько ты пьешь в праздник, пей, сколько тебе хочется, не делай из этого принципа. Так что Раба тебе подсказал и подсказал, что этот принцип выпить, он может раскрыть неприглядную сторону сознания, неприглядную сторону сознания, сот, тайну тех, кто остается в Бабеле, что так уж плохо, что так ли уж плохо, и так ли уж хорош Мордыхай. Здесь я сделаю паузу и хочу послушать ваше мнение, ваши вопросы, дополнения, возражения, все принимается с большой радостью. нету, нету вопросов, вопросов нету, окей, хорошо, тогда, тогда, что же мы с вами будем делать, если у вас нету вопросов, я могу еще попытаться несколько изложить несколько моментов, не будем закрывать наш форум, давайте мы попытаемся изложить несколько, рассмотреть с вами вместе несколько моментов, вот, я только надеюсь, что было, что только было несколько понятно, да, хотя бы в каком числе процентов изложение было понятно, теперь мы с вами попробуем сделать такой момент, представить себе, скажем, какие-то параллели, параллели, исторические параллели, да, сейчас, одну секунду, я попробую, попробую найти то, что мне нужно, одну секунду, и мы с вами можем что себе представить, представить себе некоторую такую историческую параллель, некоторый такой урок истории, вот, представим себе не новоходный царь, который ставит золотую статую, и перед которой он хочет, чтобы склонились все народы мира, и прежде всего основья Израиля, представим себе Наполеона, который объявил в Париже о созыве собрания еврейских нотаблей, как он сказал, то есть еврейских представителей, среди которых было большинство раввинов, были и общественные деятели, и промышленники, и банкиры, да, 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 со стороны, со стороны, скажем, своей администрации Наполеон возложил управление этим собранием на на своих представителей, да, вот, всего собралось 111 человек еврейских представителей, вот, и речь идет о 1806 годе, и на первом, на первом же заседании перед еврейским представителем были представлены вопросы от имени Наполеона, да, и он предложил 12 вопросов, мы все не будем вспоминать с вами, стараемся вспомнить некоторые, вот, первый вопрос, да, или, скажем, да, один из вопросов, разрешены ли евреям браки с христианами? Другой вопрос, являются ли французы христиане в глазах французских евреев, их братьями или чужаками? Какое отношение к французам христианам предписывает еврейская религия? Считают ли евреи Францию своим отечеством, если они родились в этой стране, обязаны они ли защищать и поминоваться всем ее законам? И вот собрание еврейских натабли, оно выработало примерно такую декларацию, что французский, который утверждал, что французский еврей считает, что в Англии он находится среди чужаков, даже если это евреи. Подобное чувство настолько глубоко укренилось, что во время последней войны французские евреи самоотверженно сражались с другими евреями, вот это как бы заявили делегаты. Они также сказали, что тоже запрещает евреям браки с представителями СМИ народов Ханаана, и поскольку французские христиане не являются таковыми, брак с ними не равнозначен отказу от еврейства. И скажем, подобные вопросы считает для себя еврей, проживающий во Франции гражданином Франции, конечно, гражданином Франции, он считает себя французом исповеданием Маше. Это те ответы, которые были даны Наполеону. и понятно, что ситуация была очень сложная, и балансирование здесь было между навлечь беду на все еврейские общины, и под Наполеоном, как мы понимаем, в то время находилась уже значительная часть Европы, в том числе Италия, и навлечь беду на все еврейские общины, или декларировать, заявить правду, осветить имя Всевышнего. Никого не следует осуждать, но собрание французских и, кстати говоря, итальянских евреев, которые присутствовали в этом собрании, оно, скажем, пошло по такому пути, как склониться перед статуей Намахутной царя. Ничего запрещенного нету, давать правильные ответы никто не обязывал, нужно сохранить свою голову и голову евреев, которые проживают на территориях подвластных Наполеону. Они выбрали такой путь. Опять же, никого не осуждая, возможно, путь мог бы быть другим, возможно, путь мог бы быть таким, как путь Ханания Мишаэля Азария, сказать правду, заявить эту правду и перед лицом Наполеона, и перед всеми евреями, сказать, что наше пребывание в землях, в странах России, оно временное, наша мечта это вернуться на землю Израиля по божественному повелению и построить храм. И, скажем, сказать примерно так, как сказал Агнон, когда ему вручали Нобелевскую премию. Он сказал, что он принадлежит земле Израиля, он принадлежит Иерушалайму и только по истечению обстоятельств. Из-за того, что император Тит разрушил Иерушалай и изгнал его народ из Израиля, он как бы по истечению обстоятельств родился в Букаче. Но он должен был родиться в Иерусалиме и считает себя человеком земли Израиля, считает себя родившимся в Иерусалиме. Примерно так сказал Агнон при вручении ему Нобелевской премии. Мы понимаем, что ситуации разные, ответственность разная совершенно. Понятно, что Агнон рисковал своей жизнью и так далее. Но тем не менее это всегда большая дилемма. Склонить голову или декларировать правду. Когда ты пригибаешь голову и может быть поступаешь правильно, за это есть цена, за это есть большая плата, когда ты не говоришь правду. Это как бы скажем, как можно себе представить развертка проблем Пурима или скажем, проекция проблем Пурима на более современную нам историю. теперь скажем секунду, одну секунду. Теперь я все-таки хотел бы как-то с вами услышать вас, обсудить с вами эти проблемы, услышать от вас более-менее все ли понятно, не обязательно, что вы согласны с этим. я еще раз повторяю, что мне кажется, что это совершенно необходимый пласт прочтения Талмуда и в общем-то всей нашей литературы, которую нам нужно поднять, в этом нету никакого отхода от нашей традиции, наоборот, есть попытка правильно прочесть наши тексты и, как говорят, всегда есть на кого опереться. Я как бы не первый, который подметил определенные особенности в Талмуде, есть ряд комментаторов, которые читают эту фразу ключевую, которую мы с вами сегодня видим в трактате Ангела, читают ее с вопросом, а не утвердительно, стоит ли так пить. Вот это вопрос. Скажем, и когда в Израиле, скажем, эта проблема опять же, я никого не уговариваю, и каждый волен поступать, как он знает, но нужно понимать, что есть вопрос, есть вопрос, правильно ли это делать. Хорошо, пожалуйста. Равзиев, вот, например, есть такая клятва Гиппократа, врачи делают, и там перечисляются имена, по-моему, божествия, и бнейнох, и в Израиле нет такой клятвы, врачи, там еврейские врачи по-другому, в других странах, или присяга, например, в армии, человек, бнейнох, допустим, он понимает, что государство, ну, не согласен с политикой внешнего государства, и вот, с одной стороны, присяга своему народу, да, а с другой стороны, вот, выполнение приказа, как вы это прокомментируете? Как я прокомментирую? Как же я вам это прокомментирую? Если это в рамках нашего локала... Я, честно говоря, не знаком, я выяснил, какую клятву дают врачи в клятву дают врачи в Израиле, у религиозных солдат в Израиле есть некоторые проблемы с клятвой, не потому, что, скажем, клятва неправильная, а есть вообще просто принцип не клятву, зачем давать клятву, да, поэтому, как бы, многие не произносят эту клятву, слово клятва заменяют словом заявления, религиозные люди, это как бы их проблема при принятии присягив в Израиле, не думаю, что это существенно наносит кому-то урон, вот, и, скажем, это, по сути, это все равно эквивалент принятия клятвы, теперь, скажем, с врачами не знаю, с бней ноах, да, как мы знаем, есть общий принцип, что бней ноах не обязаны жертвовать своей жизнью или ставить себя в опасное положение, если, да, если даже вот такая клятва или есть какие-то другие моменты, связанные с нарушением запрета даже велоподнодства трудной, но они не обязаны в, не обязаны жертвовать своей жизнью, да, поэтому тут, как бы, все в руках человека, да, то есть, конечно, произносить, там, скажем, имена чужих божеств не стоит, да, но, в конце концов, решать ему, как, в какое положение он попадает, является это для него, является для него опасностью, я не знаю, что за клятву там принимают сегодня в России, на Украине, произносят ли там именно божество этой клятвы, это мне очень трудно, как бы, конкретно здесь что-либо подсказать, но общий принцип, что нету, обязанности жертвовать своей жизни, мирного, если человек, если человек, солидаренный человек с тем, что делает правительство, с той войной, которую он ведет, с той войной, которую ведет правительство, или с его политикой, когда человек вступает в армию, то тут уже нет никаких конкретных, нет никаких конкретных рекомендаций. В общей рекомендации, я бы сказал, что, как мы с вами видели, и надеюсь, что мы это с вами обсудили, что, в принципе, как бы, ну, как тут сказать, человек, он больше, чем эти семь законов новых. Семь законов новых являются ориентированными. И поэтому нужно, мне казалось бы, говорить не в плане «можно» и «нельзя», а в плане тех моральных рамок, которые человек поставит сам себе, как личность, да, не просто как тот, кто читает, скажем, там, шелка на рух для сыновей Ноха и рассуждает, это можно, это нельзя, это можно, это нельзя. А я думаю, что, если мы говорим о дневном, то речь идет о личности, о развитии личности, вот, и здесь возникает общий такой, общий такой человеческий вопрос, моральный вопрос, а можно ли исполнять, можно ли исполнять все приказы, да, ответ на этот дан, и он дан, и Тора, и для сыновей Исраиля, и он дан, и в общей, в общечеловеческой культуре, да, как бы, скажем, ну, я не знаю, может, так сказать, дан вопрос в общечеловеческой культуре правильно звучит, это такие слова, просто слова очень трудно подобрать, скажем, есть некоторый консенсус, да, в мировой культуре, что все приказы исполнять нельзя, да, что есть беззаконные приказы, есть античеловеческие, бессмысленные совершенно приказы, которые человеку, по всей видимости, исполнять нельзя, решать это ему, это в его руках. И этот вопрос, мне кажется, он намного важнее, чем вопрос клятву, поклялся или не поклялся, ну, поклялся, не поклялся, да, вот, дальше он встает перед проблемой, то, что есть приказы, вот, есть приказы, которые, исполнение которых он идет не только против своей совести, идет против элементарных, совершенно моральных принципов, да, вот, опять же, каждый должен предъявить это для себя. И здесь, мне кажется, как бы такой общечеловеческий подход, что нельзя, нельзя исполнять все приказы, это тоже я могу сказать, что я могу сказать, склятый Гиппократа для врачей в Израиле объяснил, потому что я просто не в курсе, я постараюсь пояснить, да, вот, ну, остальное, как бы мы постарались обсудить, да. Но я имела в виду, что присяга в армии, когда человек уже изначально предполагает, что может быть дан приказ, который противоречит его принципам моральным, и тогда ему, получается, надо вообще, как бы, если речь не идет, там, о клятвах, там, я понял, что клятва в плане произнесения имени божеств, да, я бы сказал, что здесь то, что он предполагает, это одно, да, и понятно, что клятва, его, клятва, значит, когда он клянется, да, он заранее предполагает, что, я думаю, что это понятно, что он не будет бессмысленно зверствовать, и что он будет идти, скажем, да, по крайней мере, в значительной степени, будет идти по своим принципам, по принципам своей совести. Я думаю, что это, как бы, совершенно понятно, и поэтому клятва с этим моментом, она никоим образом не соотносится, что он заранее предполагает, не должно его, как бы, задерживать от, не задерживать его от присяги, потому что заранее, да, и, как бы, заранее имеется в виду, что, и, я думаю, что и он понимает, и те, кто требуют от него присяги, они понимают, что он не будет, не предполагается, что он пойдет на любые следствия. А что конкретно, это уже, скажем, нужно решать в каждой ситуации. Вот, я вижу тут вопрос, были ли французские евреи наказаны историей? Хороший вопрос, да, в той ситуации, в которой мы находимся, когда у нас нет короклов, может ли кто-нибудь решить, кто был конкретно наказан, наказан историей? Ну, трудно, трудно сказать, были ли они наказаны историей, да, мы только, вывод, который, вывод, который хотелось бы сделать, да, что, скажем, не всегда только формальное соблюдение законов имеет значение, особенно для народа, а имеет также значение, что декларируется, особенно если это декларируют, если декларируют руководители народа. И далеко не всегда будет понятно, где они как бы кривят душой вынужденно, а где они говорят правду, и их декларация будет устанавливать, устанавливать нормы, принципы, задачи, вектор, направление для их общин или для всего народа. И, естественно, что это было важно всегда, это важно сегодня, и важно, и как мы можем представить себе в израильской политике, да, важно, важно слово, важно декларация, важно то, что ты, важно то, что ты говоришь, знаете, вот, это, это очень важно, скажем, да, мы можем представить себе, скажем, да, что многие говорят, что, вот там, скажем, создание палестинского государства, но это политическая игра, которую политики просто так упоминают, на самом деле они не имеют в виду, да, мы прекрасно видим, что из этого получается, да, что ты там не имел в виду, если ты, если ты что-то сказал, ты уже заявил, ты декларировал, вместо этого лучше сказать, эту землю нам дал Бог, да, и, и Тора, и история, да, и современные события, все указывает на то, что никакого другого государства, кроме государства сновей Израиля, на этой территории не должно быть, да, не должно и не может быть, да, если кто-то, скажем, если кто-то обвиняет в оккупации, то понятно, что народ не может оккупировать свою страну, это единственное заявление, которое можно сделать, которое может привести хотя бы к какому-то успеху. Все остальные заявления, игры, с установлением, установлением, либо, ну, как-то сказать, да, объявление государства, установление власти, скажем, израильской, на части территории, это, пятое, десятое, все это нас не приведет, никуда не продвинет и никуда не приведет, да, и если еще можно представить себе, что в изгнании на хозяйство с чужой властью можно было и нужно было не говорить все, может быть, скажем, что-то нам было сказать, но можно было не говорить все, то в стране, которая свободна, которая стремится к независимости, которая так или иначе хочет, она или не хочет того, несет идею Бога, здесь должна быть декларация ясная и четкая декларация, чья это земля и для чего она дана нам. Так что это то, что можно сказать по поводу французских евреев и наказанной истории, вот, это никто не может утверждать, мне кажется, что это, скажем, можно увидеть какие-то тенденции, там, скажем, которые развивались в Европе, вот, но говорить, что кто-то за что-то наказан, я бы никогда не взялся. Хорошо. Есть что-то, что еще хочется спросить? Да, Равзеев, если можно. Спасибо большое за интересный урок, такой достаточно непривычный, неожиданный взгляд, вот, есть же мнение, что Мигелат Эстерн, наверное, первая книга, где напрямую не упоминается творец, ну и вообще-то своего рода, как бы новый этап вскрытия, а вот есть ли в Талмуде какой-то свой взгляд на этот аспект? Говорит ли Талмуд что-нибудь по этому поводу? Я могу сказать в том же духе, в том, что то, что вы говорите неожиданное, зачем же нам разбирать ожиданное? Нам нужно разбирать то, что заставит нас мыслить, то, что комбудит нашу мысль, и главное, в каком плане, в плане нового, в плане нового времени, в плане национальных задач, это то, что самое главное для нас, это то, что мы можем подчеркнуть из Талмуда, который многие считают книгой, в которой разбираются споры мудрецов, формальные, не имеющие никакого там, скажем, философского, логического основания. Вот, и, конечно, нам совершенно не нужен такой взгляд. После, после, скажем, такого введения я постараюсь ответить на ваш вопрос. Считается, что гелат эстер описывается не только скрытие, да, а описывается скрытие-вскрытие. есть что эстер, как мы с вами представляем ее, имя, можно свести его, скажем, к христийским каким-то божествам и так далее, вот, но это не важно, оно, как ивритское, его, скажем, прочтение, если так можно сказать, имени эстер, оно намекает на скрытие, да, эстер скрыл, эстер, это имя эстер. Более того, оно намекает на срочку в Торе, которая говорит в Ани, эстер, эстер, эдпанай, Всевышний говорит, я спрячу свое лицо, но здесь двойной глагол, и речь идет, как бы, о двойном, о двойном скрытии, да, есть двойное, двойное скрытие лица, да, то, что в книге Мгелат Эстер не упоминается ни разу имя Всевышнего, это, как бы, специально, да, мы, как бы, прославляя Творца, мы вспоминаем мы вспоминаем или прославляем его, как бы, ну, да, вспоминая событие, да, в какой-то степени моделируя это событие, да, это время скрытия, поэтому в свиток, который мы читаем, да, мы вот, как бы, изображаем, если так можно сказать, это скрытие, да, и мы даже ни разу не упоминаем имя Творца, но при этом наши мудрецы говорят, и мы это четко видим, что есть многое, что мы намекаем на присутствие Творца, и особенно, когда говорится царь, то мы можем увидеть в этом намек не на Хашпироша, а намек на Творца, на его, на Творца, на его действия, да, то есть перед нами книга, которая намекает на скрытие, да, и ее форма, и то, как мы читаем эту книгу, да, она также нам упоминает о скрытии, и Мед Творца не упоминается, это одно, да, теперь второе, да, вскрытие, а что же такое вскрытие-вскрытие, что же такое двойное вскрытие, вскрытие лица, это когда человек, народ понимает, что Всевышний скрыл свое лицо, он понимает свое положение, да, он понимает, да, он ему трудно из-за того, что Всевышний скрыл лицо, он готов, может быть, не ищет, но, по крайней мере, готов искать раскрытие, какое-то просветление, просвет в этом времени, да, вскрытие-вскрытие, это когда человек не понимает, в какой ситуации он находится, он не понимает, если можно так сказать, насколько ему плохо, да, он не понимает, что он находится во время скрытия лица, приведем и об этом, о скрытии-вскрытии, об утрате понимания того, что тебе плохо, того, что тебе что-то не хватает, рассказывает книга Истер, и все ее содержание, возьмем хотя бы начало, мы видим, что сыновья Израиля сидят на перо Хашмироша и, как мы видим из комментария, они пьют и едят только кошерное и при этом спокойно созерцают, как и Хашмирош выходит в одеждах первого священника, у них ничто, как говорят, не юкает, да, а что такого, а что произошло, они не чувствуют оскорения имени Всевышнего, потому что они забыли о своем предназначении, быть в земле Израиля, совершить восхождение в землю Израиля и построить храм, да, они в Бавиле, да, живут в Бавиле и соблюдают заповеди. Еще один пример вскрытия вскрытия в Гелат Истер, когда Медраж говорит о том, что Аман рассказывает Ахашмирошу о свойствах еврейского народа, он говорит, есть один народ, который рассеян в странах и в стране твоей, и законов царя они не соблюдают, закон их отличается от других народов, законов царя они не соблюдают это примерно текст Гелат из Термоем пересказе, Медраж говорит о том, что Аман рассказал Ахашмирошу, он ему рассказал так, что вот ты посмотри, попробуй, а у них свой закон, они вот бокал вина, если туда упадет муха, они вылубят эту муху и выбросят ее, вино будут пить, а если царь прикоснется к бокалу, то вино они не будут пить, мы знаем, что есть определенный запрет, который мы сейчас можем не обсуждать, вопрос, говорит ли Аман правду, конечно, он говорит правду, потому что царь может проверить, и тогда ему не сносить головы, он говорит правду, что израиль не будут пить из бокала, которому прикоснется царь, муху выловят и выбросят, а бокал, которым прикоснется царь, не будут пить, а если ему угрожать смертью, не будут пить, они соблюдают закон Торы, они готовы пожертвовать жизнью за то, чтобы не пить бокал вина, которым прикоснется царь, но они не пожертвуют своей жизнью для того, чтобы воспрепятствовать оскоренению имени Всевышнего, когда Хашвирош на Перу выходит в поддержках первосвящения. Они на том же Перу пьют из сосудов храма, и сыновей Израиля это не имеет для них никакого значения, потому что оскореняются сосуды храма. это состояние скрытия вскрытия, когда человек не ощущает того, утратил основные ценности, но будет держаться за второстепенной, он не понимает того положения, в котором он находится. Это скрытие вскрытия. В Гелат-Эстер есть, в самой Гелат-Эстер есть несколько, скажем, иронические замечания, так сказать, по поводу состояния сновей Израиля, но это примерно та картина, которая вырисовывается здесь. Может быть, вернемся еще к этому моменту. Это скрытие вскрытия. Всевышний скрыл свое лицо, это скрытие. Человеку плохо от того, что он скрыл свое лицо. Двойное скрытие, когда человеку уже неплохо от того, что скрыто лицо, он не понимает, что такое скрытие лица. Он утратил приоритеты, он утратил стремление ко Всевышнему, он утратил стремление к Израилу, стремление построить храм. А что может помочь ему снова понять, что Творец скрыт? Что ему может помочь снова? Прикид этого состояния. Несколько, во-первых, человек такое существо, когда у которого есть свобода выбора, эта свобода выбора есть до конца. По-русски можно перефразировать это, или, скажем, привести в качестве инвестрации пословицу, хоть кол на голове тиши. Это вполне и вполне бывает. Когда ничего не может помочь к великому сожалению. Но Всевышний, так сказать, старается и у некоторых людей, и будем надеяться, у значительной части, что-то, чего-то может шевельнуться. Это суровые постановления Амана, которые могут привести к раскаянию. И действительно привели снови Израиля к раскаянию, однако больше в плане привязанности к Тории, но меньше к тому, чтобы подняться к земле Израиля. То, что здесь постановления Амана, которые являются угрозой и напоминают о том, что надо было последовать призыву пророк Еремияву «Бегите из страны северной». Такие постановления Амана напоминают. Но больше, конечно, следовало ожидать призыва прямого призыва мудрецов. Когда мудрецы пропускают этот момент, не поднимаются и не говорят, то находятся другие люди, которые по-своему напоминают сыновьям Израиля о том, что им следует вернуться на родину по тем и другим причинам. Это то, что, скажем, произошло в начале XIX века, когда, скажем, подавляющее большинство мудрецов Торы не напомнили народу, не напомнили, я не говорю, все, есть целый ряд примеров, целый ряд удивительных людей, которые да, стремились напомнить своим общинам и сами переезжали в землю Израиля, но, скажем, масса до явления сведевого структура этого не произошло. Пришли другие люди, которые типа Герцеля, типа Жаботинского, которые так же, как Мардыхаев, встали и сказали, что наше место совсем в другом месте и мы должны возродить и национальное достоинство, национальную гордость и создать заново народ на земле Израиля. Это то, что мы видим, но никаких рецептов стопроцентных нету и поскольку мы видим, насколько трудно пробудить народ, насколько трудно пробудить его сознание, мы с вами и понимаем и поступок и Ханания Мишаил Азария, и поступок Мардыхая, и скажем, и Жаботинского, который с риском для собственной жизни стремился пробудить народ Израиля, возродить у него мысль, зародить национальное движение, которое привело в народ земли Израиля и привело в создание государства. Это то, что можно сказать, это то, что мы видим. И мы видим сегодня, что нету никаких рецептов. Мой призыв ко всем тем, кто учит Туру, изучает общинами, читать Тору глубоко, а при глубоком прочтении Тора всегда укажет нам вектор направления, вектор движения земли Израиля и построению храма. Это то, что можно сказать. Хорошо. Равзиев, можно вопрос? Да, пожалуйста. Меня интересует, когда начали переодеваться коронавирусные костюмы, когда наш народ? Это уже две с половиной тысячи лет переодеваются? Трудно сказать. Тоже я скажу, мы понимаем, что переодевание и разыгрывание спектакля не является забоведью, не является забоведями Курима, а лишь обычаем. Заповедь Курима это... Я вот именно меня интересует, когда этот обычай появился, как уже, сколько ему, столетий? не могу сказать, могу сказать только, что, скажем, этот обычай появился появился раньше, намного раньше, чем, скажем, зародилась традиция театра в России, в Восточной Европе, потому что первые спектакли, которые мы с вами можем наблюдать, там, скажем, в Восточной Европе, в России, они называются эстерво-действия, то есть, как бы, копирование тех Курим-шпилей, которые делают евреи. Основа этого обычая, она понятна, как бы, да, что как эстерво- в скрытие, скрытие лица, поэтому одеваются маски, все, как бы, не настоящее, все сущность скрыта, да, вот, и из-за этого возникает этот обычай, когда он точно возникает, мне трудно, трудно сказать, да, вот, я думаю, что сегодня ответ на такие вопросы можно найти с довольно большой точностью, можно найти и в интернете. я не нашла таких, я уже искала, поэтому я постараюсь посмотреть в наших книгах, в шуте, в шилоту, в шилоту, в шилоту, в шилоту, в респонсе, я постараюсь представить себе, когда эти таблики возникли. Розеев, для меня это просто очень важно, почему? Потому что здесь, где я живу, проходят уже карнавалы, рядом Венеция, ну и мы знаем все бразильский карнавал, просто я уже давным-давно как-то осмелюсь утверждать, что опять же эти все карнавалы приняли у нас и сделали по-своему, все исказили. Потому что они все начинаются по календарю, опять же, который искаженный и по христианскому, католическому 40 дней до ихней Пасхи, которую у них, а у нас-то Пурим идет перед Песохом, и что они вот это все повторение просто по-своему переделали, и вот поэтому я... Что вы скажете на это, правильно я думаю или нет? Потому что мне кажется, все равно все идет от Эстер, первый карнавал может быть именно вот и описывается там и вот в книге Эстерина, может они переодевались и праздновали уже на следующий год и в масках были и так праздновали, может быть. Потому что если мы посмотрим Венеции, там пять синагог, там была первая гетто, и даже если посмотрим в 15-14 век, да, посмотрим Бразилию, там в 15 веке было 50 тысяч евреев. Естественно, все народы смотрели, как евреи переодеваются, что у нас есть у детей такой праздник и у взрослых это необычное что-то, и взрослые дети переодеваются. Я просто вот провожу линии такие и вот осмеливаюсь тут утверждать, что все равно это все от нас. Паллы первые были у нас. Я думаю, что это все очень интересно, просто я, к сожалению, не специалист и не буду выставлять себя человеком, который все знает. Я думаю, что любой такой посыл, о котором вы говорите, он требует исследования. Я вижу, что вы же этим занялись. я могу пытаться помочь вам что-то выяснить в этом плане. Очень, очень, очень бы вас попросила об этом. Спасибо. Хорошо. Спасибо за интересный урок. Спасибо. Спасибо. И вот Елена из Италии пишет интересный урок. Очень надеюсь, что искренне. Вот. Ну, это в шутку, чтобы никто не обижался. Я очень рад подкликал совершенно. не потому, что как бы нужны кому-то какие-то комплименты, а потому, что мне нужна связь с вами. Я должен чувствовать, что вам нравится и что вам не нравится. И поэтому можно и в чате, и можно и в наших вопросах писать и замечания по уроку. Хорошо. Ладно. Мы тогда с вами закроем этот форум. Я очень надеюсь, что мы с вами что-то выучили, куда-то продвинулись. По крайней мере, получили материал для дальнейшего обдумания. Всего-всего самого доброго. Я пришлю как всегда вопросы и прошу постараться на них отвечать даже самые короткие ответы. Спасибо. Спасибо. Окей. Окей. Всем спасибо.